11 реабилитационных центров планируют возвести по всей стране. Строительство трех из них начнут уже в следующем году. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев на встрече с социальными работниками в Кызыларде. Во время визита в регион правительственная рабочая группа во главе с вице-премьером посетила ряд учреждений и встретилась с жителями. В этом реабилитационном центре в первую очередь стараются помочь пациентам с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В день принимают до 70 человек. Самая большая радость для социальных работников – видеть результаты своего труда. Сначала учим ходить людей с помощью ходунков, постепенно переводим на костыли. А через время они начинают передвигаться самостоятельно. Только на моих глазах на ноги встали 40 человек. Высокотехнологичное оборудование, современные тренажеры и лекарства. В этом центре созданы все условия для работы. В этом убедился лично вице-премьер Бердибек Сапарбаев, посетивший лечебницу. По его словам, в республике около 500 тысяч людей с особыми потребностями. Каждый может рассчитывать на помощь государства. Я попал в аварию в 1993 году. В этот центр хожу уже несколько лет. Есть значительные улучшения. А это награда за труд, грамоты, благодарственные письма и нагрудные знаки. В преддверии Дня социального работника, который в нашей стране отмечают в последнее воскресенье октября, заместитель премьер-министра поздравил сотрудников центра с профессиональным праздником. Они должны знать, их труд очень важен. Всего в регионе в этой сфере работают свыше 2000 человек. После поздравлений перешли к рабочим моментам. Со следующего года мы создадим социальный портал, на котором люди смогут высказывать свои проблемы. Сейчас хватает недовольных работой в этой сфере. Зачастую для людей с ограниченными возможностями недоступно необходимое оборудование. Кто-то жалуется на качество лекарств. Это неправильно. Все должно быть на высшем уровне. Кроме того, рабочая группа во главе с вице-премьером встретилась с педагогами, предпринимателями и работниками социальных учреждений. Они поделились наболевшим. В регионе необходимо стабилизировать цены на газ, больше выпускать технических специалистов, строить социальные объекты. В области не хватает школ. Школы будут строить по трём категориям. В первую очередь мы будем решать проблемы с аварийными зданиями и трёхсменным обучением. Деньги для этого выделяют. По словам жителей, в областном центре необходимо построить многопрофильную больницу для лечения онкологических заболеваний. Эту инициативу поддерживает и местный Акимат. Только чтобы начать строительство, нужна финансовая поддержка из республиканского бюджета. Татьяна Ковалёва, Аяд Юсимбаев, Хабар-24, Казалардинская область.